Я просто сразу начну. В лесу. Отец с дочуркой и дочуркой-дочурки приезжают в лес. Ставить палатки, ловить рыбу, дышать свежим воздухом, слушать вскрики медведя и петь изгиб гитары желтой у костра. Престарелый скаут точно не владеет значком за чтение дорожных указателей, потому что заезжает на частную территорию. При попытке свернуть стропы беззакония, автомобиль застревает в приватной земле, и даже подложенная под колесо картонка не помогает. Помогает только стальной пруток, который вылетает обратно старику в руку и прекращает все попытки выбраться. Яж мать и яж дочь в одном лице отправляется за подмогой, но сама становится подмогой для привязанного к кровати парня, зависающего в доме из техасской резини бензопилой. Но не каждый лишь привязанный жертва насилия. Возможно, этот насилие-источник. Персонажи один глупее другого, никто не умеет вязать узлы, а самый нормальный только дед, потому что лежит и молчит. Фильм подойдет всем, кто думает поехать на выходные на кемпинг, чтобы раздумать. Американский крик. Ни на что не похожий кинчебас. Семейка приезжает на заснеженный курорт, где представлен полный спектр развлечений, сидения в кафе и сидения в стрип-клубе. Радостная атмосфера быстро рассеивается, когда заурядное посещение туалетной кабинки превращается в кошмар. Головы слетают с плеч и подмигивают. Количество трупов множится, а главные герои особого внимания на это не обращают. Ужасы и отвращение ограничат с комедией. До конца сложно определить, какой у фильма жанр, а после конца еще сложнее. Сопли вытекают из носа под огромным напором, что должно быть смешно. И тут же семейку бедного бородача вырезают подчистую в стройнейшем флэшбеке. Что пиздец, как грустно. Особенно жалко собаку. В определенный момент персонажи отмечают, что в поселении нет ни одного ребенка. А дальнейшее развитие событий не укладывается в рамки логики даже аутиста. Но это мелочи на фоне развязки. Эпичнейшие развязки. Горячо рекомендит. Опасная вечеринка в оригинале банкет. Вопреки названию, фильм про голодовку. Ох уж эти аллегории. Заебали. Молодая девушка под видом кокаина занюхивает сухой спирт. И с тех пор теряет аппетит. Несмотря на то, как охуенно в ее доме сервируют стол. Даже маленький горошек не лезет в горло. Точнее лезет, но не залазит. Вскоре юная леди заявляет, что теперь она сосуд. Для высшей силы. Скоро звезд не останется. И мир в прежнем виде перестанет существовать. Она продолжает не есть и начинает от этого не худеть. А на рексичке возьмите на заметку. В чем же причина? Неужели и правда какой-то демон вселился в ее организм и втихаря кушает затылком, причмокивая? На самом деле героиня сломала весы. А мать настолько тупая, что без приборов не в состоянии оценивать объем и массу. Опасная вечеринка пытается идти по дорожке студии А24. Но вместо этого идет нахуй. Хеллбендер. Молодая девушка с мамой представляет собой полный состав лютой рок-группы Хеллбендер. Они раскрашивают друг другу лица и играют рост. Но доебали всех соседей. В связи с чем переезжают в уединенную лесистую местность. Чтобы там стучать в барабаны во все независимые силы и рвать струны басухи. Дочь в школу не ходит. Болеет болючей болезнью. Из-за которой ей нельзя общаться с людьми. И это не трипер. Но бунтарка знакомится с соседкой. Бухает в ее компании текилу. И по пьяни ест червей. На этом параллели с фильмом «Пожиратели червей» как начинаются, так и заканчиваются. А девочка открывает в себе салемские способности. Летать на метелке, поворачиваться к лесу задом. Все такое. Посмотреть можно. Они живут в сером. Женщина пытается повеситься. Но что-то не получается. Приходится вставать, одеваться и бежать в суд. Где она работает. И обычно кричит «Протестую». Еще героиня обладает неприятным даром. Видит мертвых людей. Но только не в суде. Иначе ее бы уволили. И никакого фильма бы не получилось. Вскоре после начальных титров рабочие вопросы смешиваются с личными. Девочка, интересы которой она должна защищать, уверяет, что ее избивают не родители, а призраки. Экстрасенсорные способности как нельзя кстати. Можно допросить привидения и узнать, зачем руки распускают. Но перед этим мы впитаем в себя историю ГГ до самой мельчайшей подробности. Зачем полезла в петельку, в каких отношениях она с полицией, как давно стала видеть мертвых людей, какую кухню предпочитает. Это примерно 2 часа. Слишком затянуто для того, чтобы посоветовать. Буки. В 1920-х в серебро добывающей шахте что-то случилось, и ее завалило вместе с людьми. В 1980-х пришли другие люди развалить ее обратно и продолжить добывать серебро. Шахтер приглашает подружку с собой помочь скоротать время на вахте между сменами. Та приглашает с собой свою подружку, чтобы лучик света проник в темную шахту души еще одного серебродобытчика. Парни, на пару с начальником будет нечто, дремавшее в шахте долгих 60 лет. И тут же появляется советчик, чтобы постоянно говорить. Зря вы это сделали. А еще ставить кресты у входа, вместо того, чтобы нормально подойти и рассказать в чем дело. Из-за его действий, направленных в совершенно идиотское русло, нечто убивает и без того немногочисленных персонажей. Но больше всего переживаешь за собачку, потому что актера лучше в этом фильме не найти. В заперти. Бывшая наркоманка и текущая мать-одиночка, неудачно положив кирпич под дверь, оказывается запертой в кладовке. Железные двери рядом с этой деревянной и рядом не валялись. Проще вырыть под коп, чем ее сломать. Даже потолок оказывается не таким прочным, как фанера. Весь фильм, конечно, не состоит из одних только посиделок в кладовке, с указанием старшей дочери, как кипятить молочко и менять подгузники. На огонек заглядывает бывший муж и текущий наркоман с приятелем-педофилом. Чуть позже приятель заглядывает один, потому что при первом визите заприметил себе пару объектов для насилия. Всякое такое. Бывший оставляет бывшей наркоманке 3 грамма порошка. И мы наблюдаем, как Джессика пересиливает себя и борется с желанием нависнуть своими яростно сосущими все подряд ноздрями над хотя бы одной дорожкой. Диджей Карузо очень хотел снять в этом фильме Меган Фокс и своего любимого Шайла Баффа, но пришлось взять дешевых двойников. Бюджет небольшой псих больницы сократился и чтобы в него вписаться паре психов приходится выписаться. Но начальники там, по всей видимости, большей психи, чем пациенты и путают опасного маньяка Говарда Джонса с безобидным лунатиком Джоном Говардсом. Это как перепутать Говарда Филлипса Лавкрафта со Старкрафтом. Ошиблись и ошиблись, с кем не бывает, но одной из медсестер не наплевать. Она хочет убить Джонса обратно в психушку, потому что он уже начал выпиливать 30-летних студенточек общества Гамма Зетта Бета, одну за другой. Фильмец из эпохи заката второй волны 3D и снято, что очевидно, в 3D, с некоторыми выпадающими из экрана вещами, что смотреться будет нормально только в очках. В остальном же вполне веселый Кинчезавр. Дом у болота Сразу скажу, что фильм не про Шрека. Джессика узнает, что муж изменяет ей с другой женщиной, хотя мог бы с мужиком, 22-й год на дворе. Но вместо того, чтобы готовить бумаги на развод, она приглашает его в дом на болото провести романтические выходные, попробовать вспомнить былое и снова разжечь огонек любви. А может потому, что бумага дорогая, не знаю, причины никто не поясняет. С собой в охапку они берут дочурку Анну, которая в болотной торговой точке соблазняет пухлыми щечками странного парня и приглашает сама себя к нему на ужин. А потом ужин, сам приходит к ней домой и начинает терроризировать семью. Отношения таким образом встряхнуть не получается, как и увлечь происходящим, но снято со вкусом, насладиться картинкой вполне можно. Два брата играют друг с другом наитупейшим образом, отвешивают лещей и смотрят, у кого ебало первым треснет. Старший находит себе подружку и приводит домой. Младший предпочитает не отставать, находит подружку тоже, правда бомжиху. Выглядит она не очень и пованивает, но чего не сделаешь ради победы над братом. На горизонте появляется девочка посимпатичнее и запахом поаппетитнее, необходимо в срочном порядке избавиться от бомжихи. Вполне предсказуемо, что она будет обеими грязными ручонками против, но их с братом игра в лещей очень даже пригодится. Эффект полного погружения. Пока они колотят друг другу лица, можно тоже разбить себе лицо слэпфейсами. Свежатинка После череды неудачных свиданий, главная героиня Ноа наконец-то находит идеального во всем парня. Собирается с ним на выходные в сельскую местность, и это тянется больше половины первого часа. Можно подумать, что это романтическая трагикомедия и перестроить ожидания. На то и расчет. Но спустя это время, наконец-то слово ужасы в жанрах оправдывает себя. Идеальный парень связывает героиню, обещает отрезать от нее по кусочку для продажи американцам-гурманам-каннибалам, и первым делом отрезает кусок жопы, чтобы скушать самому. Получится ли у него съесть все остальное? Кто еще попадет в кастрюлю? И все остальные детали бизнес-плана этого элитного гастронома по почте я предлагаю узнать самому, посмотрев фильм. Стоит того. Разлученные Главная героиня в исполнении Фрэнсис Рэйнес совершенно случайно узнает, что ее жених изменяет ей с сестрой-близняшкой в исполнении Фрэнсис Рэйнес. Взгрустнув, героиня Алисия пускает к себе рандомного мужика позвонить, а он растворяется в воздухе. Алисия работает в видеопрокате. Мечта любого усача из 80-х. Но на свидание с ней напрашивается совершенно не усач, а какой-то дальний родственник Джеймса Франка. Отлично, любовная мелодрама, хотя бы тут никому не отрезают жопу, только можно сказать. Правда нельзя, Франка оказывается серийным убийцей, протыкающим своих подружек ножом. Но Алисия рада и тому, потому что к ней каждые 5 минут кто-то названивает и бросает трубку. Заебали уже, лучше сдохнуть. Кто же одержит победу, маньяк или телефонная трубка? Предлагаю узнать собственногласно. Кошмарные выходные. Молодая особа, любительница потанцевать и покататься на роликах одновременно, приезжает на выходные в дом отца, известного изобретателя. Например, он смастерил тряпичного киборга с зелеными волосами, который по утрам целуется с девушками, а ночами разрывает парней стальными шарами, как в фантазме. Так просто сюжет не объяснить, сколько ни старайся. Происходит целый ряд несвязанных между собой событий. Испытание шаров на кучке женщин, насилие над той же кучкой женщин, только уже другими людьми. Любовный роман дочери и первого встречного в баре. Хищение изобретений машина на дистанционном управлении через Атари и щепотка обнаженки. Смотреть забавно. Студия 666. Интересный факт. Фильмы, где рокеры уезжают куда-то что-то делать не особо цепляют. Я видел таких целых два. Рокенрольный кошмар и ужас дома на воде. Здесь абсолютно то же самое, но цепляет еще как. Группа Foo Fighters, чтобы записать альбом, находит себе домишко с шикарной акустикой, где совершенно случайно сколько-то лет назад другая известная группа поубивала друг друга во время записи альбома. Но это другое. Во фронтмена вселяется злая сущность, и он заставляет группу записывать 45-минутный тречок. Студия 666 просто охуенно. В первую очередь выделяется расчлененка, например, постельная бензопила. Показывать не буду. Увидев эту сцену раз, не могу развидеть и сейчас. Во-вторых, идеальная химия между персонажами. Неудивительно, группа Foo Fighters существует уже лет 100, давно сработались. Правда, барабанщик на днях умер. Rest in peace. Внезапная удача. Джейсон Сигелл врывается в шикарный дачный особняк. Поживится наличностью, но в это время туда же заваливаются хозяева. Одна неприятность за другой, и троице приходится зависнуть вместе на целые сутки, плести интриги и развлекаться диалогами. Интересности свои встречаются, но самая занятная музыка. Создает особую атмосферу, без которой фильм бы разваливался на ходу. Хорошая акустика или адекватные наушники и удовольствие от просмотра получить можно, но без восторга. И у меня все. Пока!